Еремчук и Карпухин ставит шлагбаум, говорит, все, дружище, твой путь закончен, именно здесь. Друзья, всем привет, мы с вами в Омске, это G-Drive Arena, одна из лучших хоккейных арен мира на сегодняшний день. Здесь продолжается регулярный чемпионат FONBET, континентальной хоккейной лиги. Но есть ощущение, вместе с тем, что боевой потенциал все равно до конца реализовать не удается. Вот расскажите, согласно вашей философии, как вы работаете над реализацией момента. И, как говорится, наш команда очень хорошая фенса, но у нас еще есть хороший потенциал, который мы еще не показали. Поэтому, пожалуйста, could you tell us a little bit about your философии и как наша команда работает над нашим фенса? Ну, мы пытаемся сделать это лучшее каждый день. Наши goal, чтобы развить наш стиль в игре, развивать, не развивать, но развивать игроки, чтобы понять, что мы хотели сделать, и развивать игроки индивидуально. Так что, я думаю, что ребята делают хорошо, и я даю им много кредит. Что ж, наша цель – это становиться лучше, как команда, с каждым днем. И наша задача, как тренерского штаба, это объяснять игрокам, что мы хотим от них видеть, и задачи игроков это исполнять. На текущий момент я могу только похвалить наших ребят за то, что они делают. Вот этот вынужденный, пятиматчевый, назовем это простой, и как следствие утрату игрового тонуса, возможно вообще, в принципе, компенсировать за счет тренировочного процесса? Если да, то как? Ну, всегда верят, что, чтобы не было, какое бы расписание не было, идет на пользу. Мы, скажу, плодотворно провели эти дни. Ну, вот понятно, что команда соперника в тонусе, но, с другой стороны, у нас должно быть больше сил, и будем играть только на победу. Первый период, полетели! Пора начинать, поехали. Первое бросование за омским авангардом Шеребзянов-Чистяков. Первая пара обороны Рейнгард, Вейн и Буше. Первое сочетание в атаке, здесь нет никаких изменений. Карпокин и Кентер, первая пара обороны костей. Подбор за мячами, Илья Рейнгард, предположение вне игры. Рейнгард бросает в дальний угол, реагирует Фукали. Вот так, спустя примерно 25 секунд, а мячи уже успели довести шайбу до чужих ворот. Шеребзянов-Буше, Шеребзянов-Буше туда-обратно, пас в центр. Это уже было красиво. Очень быстро все разыграли мячи и завершал атаку броском Семенчискиков. На этом заканчивается большинство, но не заканчивается атака, и какая потеря. Пытался принять шайбу Касселс, великолепно сыграл Дороручинцев. Атака трактора, и это 1-0. Александр Котеникин продолжает набирать очки в этом сезоне. И, по сути, трактор забивает с первого же броска поворотов. Девятый гол лучшего снайпера трактора в этом сезоне в 19 матчах. Для сравнения, за весь прошлый сезон в СКА, включая плейл, было всего три шайбы. Блестящая работа Семена Дороручинцева, который смог отобрать шайбу. Он перерывал передачу, пошел вперед и своевременно сделал пас на код партнеру по звено. Рид Буше. Остается шайба в зоне. Коллинов наброс. Гол! 1-1. Авангард сравнивает довольно быстро. Борьба, которую навязал Рид Буше. Отобрал шайбу. Сделал пас, пускай и не сразу. Затем был бросок защитника. И показывает Линденвей, что забил именно Коллинов. Смотрите, шайба скачет и попадает, как я понимаю, в кемпера. Здесь. Ах, здесь еще и даже двойной рикошет. Сначала в одного игрока, в белом. Потом в другого. И в такой ситуации среагировать шансов у Кали просто не было. Раводит силовый прием Шаров. Передача на Жаркова. Выдавал шайбу Роббетсон, но пас получился неточным. Злодеи в обратную сторону. Бросают в ближний угол. Правым щетком реагирует Зак у Кали. 6 спасений у него за 6 с небольшим минут. Но вот несмотря на прекрасное движение трактора и без шайбы, хорошее давление, а в ангар старается отличать. И вот такой мощнейший бросок Шеребзянова. Каждый из них в основное время. И в каждом случае челябинцы забрасывали минимум 4 шайбы. Шабанов пас неудобно руки. И шайба едва не залетела у ворота. На пятаке располагался один из партнеров. Последние 6 секунд периода. Пас вперед обрабатывал шайбу. Очень непростой ситуацией под давлением пилатьев. 3, 2, 1. И на этом все. Заканчивается стартовая 20-минутка в Омске. Павел Колядов, защитник авангарда, прокомментирует итоги первого периода. Такая неприятная традиция. Получается пропускать первыми, но тем не менее смогли выплыть. Да, пропустили гол в свои ворота уже в равных составах. Но все равно можно сказать, что в большинстве при одном защитнике всего лишь. Хорошо начали первые по 5 минут. И такая неожиданная шайба для нас. И хорошо, что мы ответили быстро и забитые. Еще один бросок на серверской рейки не смог достать шайбу до партнера. Максим Шабанов. За воротами передачи у бросок к низам реагирует Хомченко. На сей раз заряжал Кадейкин. Касселс пока играет на синей линии вместе с Гуляевым. Снова Касселс пока без голов в этом сезоне. Гуляев налево оттуда следует бросок. Шайба в ловушке Заком Фукали. Очень тяжелый, конечно, был путь по карьере у Зака Фукали. Линден Вейл в обратную сторону смотрит партнеров и не смог сразу сделать передачу. Но есть подключение Чистякова. Бросок в дальний и верхний угол. Очень своевременно подключился. Было у него время шайбу обработать, прицелиться. Еще варианты передачи на пятачок. Там Робинсон располагается. А сдвинуть его довольно трудно. Стамотер излучится. Бросает и попадает. В четвертом матче подряд трактор забивает в большинстве. Смотрим на розыгрыш. Шабанов переводит шайбы на синюю линию. Довольно долго держал ее на крюке. Дронов, возможно, показывал, что может и бросить. Но сделал пас налево на Даррогучинцева. И тот попал в ближний угол ворот. Перемещался Хомченко, но выручить команду не смог. Михаил Котлеревский набирает скорость. Бросает с неудобной руки им. Это проблема для любого вратаря. Потому что неудобно тебе, неудобный вратарю. Все мы это знаем. В 10 последних играх авангард только дважды перебросал своих соперников. Было это, кстати, дома. Со Спартаком здесь и с Борисом. И вот еще одна попытка. Тут же свисток. Подножка. Тот сезон в удачном и для Рида, и для Локомотива не назовешь. И вот еще один момент. Рейнгард вылезал. В створ не попал. Хотя очень хорошая была дистанция. Шайба за лицевой линией. Скачев бросает. И это штанга. Шайба где-то возле вратаря. Но теперь ее мячи выносят, вероятно, на проброс. Да, это штанга. Бывает так, что некоторые хокисты за сезон три раза клюшку не ломают. А здесь на команду за одну игру. Еще один бросок. Шабанов реагирует, похоже, блином Комченко. А точка осталась в итоге за авангардом. Очень важное бросование. Смогли выиграть амичи. Рейнгард. Первый на шайбу. Ой-ой-ой. Что-то Кемпферу не понравилось. Интересно. Вроде так визуально ничего особого Рейнгарта и не вел. Но, возможно, слегка задел. Просто мы этого с такого ракурса не увидели. Либо что-то сказал. Владимир Жарков, нападающий трактора. Подведет итоги двух периодов. Оцените игру вашей команды. Да, добрый вечер. Ну, если выигрываем матч, пока, да, после двух периодов, значит, плюс-минус действуем правильно. Поэтому продолжать в том же ключе. Главное не ошибиться и выиграть. Еще два гола оформил Тейлор Бэк. Завершил поход за своим хит-триком. Так что он трактный период не выиграл. 2-2. Здесь Секьюра бросает в дальний угол. Робинсон уже в формате 5 на 5. Шаров в дальний угол. Снова реагирует голкипер Павел Хомченко. Шесть минут позади в этом периоде. Все еще 1-2. Рейнгарт. Классное оставление. Перевод налево, но Чистяков не смог Шайбу принять. На скорости это было сделать сложно. Вновь момент. Фукали. Раз. Фукали. Два. И фукали три. Вот теперь уже фиксирует Шайбу. Ой-ой-ой. Борьба на пятачке. Идеальный пас. Вэй не забивает. А дальше уже Кемпфер начал толкать Рейнгарта. Но удалили скорее всего вот за этот эпизод. Когда повалил Рейнгарта налет. Да, а не за дальнейшие вот здесь пички. Дальше как раз Кемпфер особо ничего и не делал. Пас на левый борт. Еремчук. И Карпухин ставит шлагбаум. Говорит. Все, дружище, твой путь закончен. Именно здесь. А дальше трактор еще раз выбрасывает Шайбу. Очень важный момент. Выгодили бросование гостей. В передаче какая комбинация. Кто, если не он. Александр Кадейкин. Дубль сегодня и 3-1. Его команда впереди. Во-первых, выигранное бросование. Во-вторых, идеальная по точности передача сначала вот в этом моменте. На секьюро. И тут же секьюро почти не глядя. Это явно наигранная комбинация. Кадейкин на своем месте. Ставит клюшку на лед. И забивает. Но думаю, что если они просто спокойно отыграют период до конца, не допустят остроты возле ворот Пукаря, для них это уже будет хорошо. Вот и момент. Алексей Макеев. 1 на 1. Макеев. И он забивает. 2-3. А ведь сегодня его заявили в роли 13-го нападающего. Роль очень скромная. Но начиная с середины матча он стал появляться на льду все чаще и чаще. И именно Макеев будет записан в роли автора гола без чьей-либо помощи. Он сам отобрал шайбу на своей синей линии. Улетел вперед. Бросил низом прямо в домик Пукаря. И это 2-3. 50 секунд. Направо. Неудобно принимать Буше. Без клюшки играет Шаров. Ситуация осложняется. И вот так ногами, посмотрите, буквально выпинывают шайбу Александр Шаров. Он просто герой эпизода. Шеребзянов. Рид Буше. Бросает Американец. Шайба не прижата. И вот теперь, вот теперь буквально вдавливают в ворота Пукаря. Свисток раздался. Люка возле воротаря. И бросить пытался, но, по-моему, он шайбу не задел. Еще одно бросование и снова при участии крайних нападающих. Выигрывает точку Вэй. Но покатил вперед Владимир Скачев. И он должен забивать. Он это делает. Даже несмотря на то, что на нем нарушили правила. 4-2 трактор. А вот у Владимира Скачева вполне можно. Именно он пошел вперед. Он не остался на своей позиции. Он продолжил движение. Он смог высадывать эту шайбу. И забил пустые ворота. Вот тот случай, когда вроде бы гол броском в пустые ворота. Но до чего же он непростой? До чего же он значимый? Шестой гол в сезоне. Столько же, например, у Котлеровского и Кравцова. Тройка лучших снайперов. Барок, Ружишко и Ходейкин. И все центральные нападающие. Вот момент! Но как? Как не забил Рейнгар? Неужели Фукали даже здесь шайбу достал? Но амичи сохраняют контроль над шайбой. Причем именно в зоне атаки это важно. Шеребзянов. Бросок низом. Гол! Было переправление. И 3-4. Авангард остается в игре. Смотрим, как это было. Линденвей наверняка получит балл за голевую передачу. Бросает Даймед Шеребзянов. И он знал, что на линии броска есть клюшка Чистякова. Да, и яркое переправление сегодня. В каком-то смысле у Авангарда голы похожи. Вот в эти ворота. Что Коллидов, что Чистяков. Только Макеев немного выбивает. Чистяков навязывает борьбу. Времени у Авангарда уже очень мало. Шеребзянов. Пас вперед. Линденвей. И только вот так от красной линии. Но даже на бросок времени не хватило. Все. Трактор одерживает очередную победу над омским Авангардом. Очень непростую. Без сомнений. Сергей Звягин, главный тренер Авангарда, подведет итоги этой встречи. Здорово. Отыграли концовку. Нашли уверенность. Но игра в неравных составах, наверное, была сегодня разницей. Ну а поздравляю вас с победой. Ваш комментарий, за счет чего удалось обыграть Авангард. Поздравляю вас с победой. Как вы думаете, что помогает нам сегодня победить Авангарда? Спасибо. Я думал, что это лучший команда в первом периоде. Нет, не уверен. Они играли хорошо и делали планы. Но я думаю, что мы победили, как игра продолжала. И с Авангарда 3-1 я бы хотел бы сделать меньше ошибок. Но, понимаете, это учительный игрок. И, надеюсь, мы узнаем от этого. Но это был такой матч, из которого можно многое вынести. Я уверен, что мы это сделаем. Большинство, большинство, вообще замечательно. Здорово. Еще одно, что я хочу сказать. Когда игра 3-1, игра должна закончить 3 или 4-1. И это что-то, что мы должны научиться. Как закрывать игру. Это 3-1. Это 3-1. Мы должны научиться. Мы ждем. Доброе утро! Доброе утро!